В этом доме пора перекрасить лестницу. Раньше она была лакированной, а теперь будет выкрашена в серый цвет. Вам понадобится малярная лента и защитная пленка, шпатели, микрофибровые салфетки, тряпки для сушки, скребок, шлифовальные инструменты, наждачный блок, набор мини-валиков и кисти. Сначала накройте пол, который не будет окрашиваться. Тщательно очистите все поверхности чистящим средством для краски. Сначала удалите скребком, отслоившуюся краску и другие неровности. Затем обработайте поверхность наждачной бумагой, чтобы улучшить адгезию краски. В качестве практичной альтернативы можно использовать ручной наждачный блок, прикрепленный к пылесосу для удаления шлифовальной пыли. Вытрите шлифовальную пыль микрофибровой салфеткой. Закрасьте все сучки специальным герметиком, чтобы предотвратить возможное выделение смолы в будущем. Зашпаклюйте неровные участки и отверстия от гвоздей. Дайте высохнуть, затем обработайте наждачной бумагой. При высыхании шпатлевка дает усадку, поэтому весь процесс необходимо повторить заново. Во второй раз обработайте наждачной бумагой также герметик для сучков. Полностью вытрите пыль и наклейте на стену малярную ленту. Теперь можно приступать к покраске, но вы заслужили короткую паузу перед началом работ. Полезный совет, которому стоит следовать при покраске лестницы – красить ступеньки через одну. Отметьте крестом ступеньки, которые вы не будете окрашивать в первый раз. Начните узкой кистью и прокрасьте вдоль углов. Затем возьмите мини-валик для покраски больших поверхностей. Валик делает поверхность немного текстурной, поэтому для достижения гладкой поверхности затем используйте еще раз кисть. Окрасьте все вертикальные поверхности лестницы, но не окрашивайте ступеньки, отмеченные крестом, чтобы вы могли подниматься и спускаться по лестнице. Когда краска высохнет, удалите отметки и окрасьте оставшиеся ступеньки. Нанесите рекомендованное производителем краски количество слоев. Окрасьте! Продолжение следует...